Рада вас видеть. Меня зовут Смирнова Надежда Николаевна. Я являюсь учредителем Международного института Матессори-педагогики. Матессори-педагогикой занимаюсь уже практически 30 лет. Ну и сегодня вот мы вместе с Женалом Обруч договорились рассказать о том проекте, который проводил Международный институт, и по результатам которого будет проходить цикл открытых лекций для педагогов, родителей, ну и для всех, кто интересуется Матессори-методом в той или иной степени. Итак, что это был за проект? По ходу дела можно писать свои вопросы в чате, я постараюсь параллельно на них отвечать, потому что вебинар у нас такой достаточно свободный, это не то чтобы лекция как таковая, да, это действительно какой-то рассказ о проекте, который уже прошел, ну вернее заканчивается, да, заканчивается свою работу, и анонс вот того цикла лекций, который будет. И поэтому я немножечко расскажу и о том, что будет, и о том, что было. Вот, основное содержание будет действительно вот в этих лекциях. Итак, наш институт, Международный институт Матессори-педагогики является центральным отделением Межрегиональной Матессори-Ассоциации, и вот мы подавали такую заявку на грант «Писать и читать легко, как говорить и слушать». Речь идет о письме и чтении детей старшего дошкольного, но и младшего школьного возраста. Почему возникла такая идея, и почему, собственно, и проект был поддержан? Дело в том, что читательская грамотность – это большая проблема на самом деле, да, и по международным исследованиям оказывается, что наша хорошо читающая страна, самая активно читающая страна, оказывается где-то в хвосте результатов диагностики детей. И хотелось понять причины этого и найти какие-то способы решения вот такой проблемы, да. Что входило в проект? Ну, во-первых, да, это исследование развития читательской грамотности методами Матессори-педагогики. Дело в том, что Матессори-педагогики достаточно много сделано для того, чтобы дети писали и читали, и нам было важно, с одной стороны, доработать эту методику, понять, как она работает, увидеть ее результаты, и дальше помочь, как бы транслировать ее и на широкий круг совершенно других школ, садов, то есть всех, кому это интересно, чтобы этот метод не оставался в рамках вот только одной Матессори-педагогики, да. Потому что действительно там масса полезных вещей, которые могут быть применены и за ее рамками. Проект был достаточно широкий, в нем участвовали 30 детских садов и 10 начальных школ. Да, большинство из них были Матессори-садами и школами, но не все, да, то есть в них принимали участие и сады, работающие по традиционным методикам, то есть там даже, где не разновозрастные группы, как это принято в Матессори-методе, одновозрастные группы, и сады, которые до этого Матессори-методом занимались вообще, то есть они тоже принимали участие в этом проекте. То есть всего было около 600 детей задействовано в этом исследовании. Значит, прежде чем начать работу, мы провели курс подготовки педагогов, то есть это был достаточно большой, объемный курс, и прошли его около 100 педагогов, даже чуть больше 100. Они освоили этот метод, ну и там в этот курс входила не только сама методика работы с детьми по обучению письму и чтению, но также и методов проведения исследований, да, то есть эти педагоги обучались исследовать, наблюдать, фиксировать вот этот процесс. В течение всего учебного года 2020-2021 проходил мониторинг, то есть раз в неделю педагоги встречались со своими кураторами, методистами, вели наблюдения, фиксировали их, и раз в неделю на вот этих встречах обсуждали то, что происходит с детьми, успехи и неудачи, корректировали методику по ходу, да, как что было удачно сделано, что было неудачно, где, может быть, можно что-то поправить. Вот, ну и проводилось тестирование на входе и на выходе, да, то есть тестирование того, насколько понимающим является чтение детей, насколько они понимают то, что читают. Понятно, что уровень чтения, допустим, 4-5-летних детей, 6-7-летних, ну и начальные школы были очень разными, да, и на каждый возраст был свой тест своего уровня, но тем не менее это было чтение с пониманием. Ну и итогом, результатом такого проекта является подробное описание методики, еще раз повторюсь, которую можно использовать не только в Монте-Сори-Садах, понятно, что там есть свои плюсы и свои возможности, но значительную часть этой методики можно использовать и за рамками Монте-Сори-метода. Ну и комплект учебных материалов, да, мы предполагаем, что он будет тиражироваться издательствами, ну, в частности, издательствами народного образования, которое издавало и программу детский сад по системе Монте-Сори. И поскольку это будет такое массовое как бы издание, да, тиражирование материалов, то они будут вполне доступны, они будут недорогими. Больше того, я хочу сказать, что многие из этих материалов вообще могут быть сделаны собственными руками, там, родителями дома, там, или педагогом в детском саду, в школе. То есть они все не очень сложны в изготовлении, и я не могу сказать, что их прям бешеное количество, да, то есть для каждого ребенка там какое-то свое количество, которое будет необходимо. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте по ходу, да, потому что это такая вот наша достаточно рабочая встреча, да, не лекция, так что надо ждать конца этой лекции. Есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Ну вот, немножечко по сути, да, по содержанию, да. Письменная речь – это не просто умение написать, написать грамотно, без ошибок, там, каллиграфически верно. Письменная речь – это достаточно серьезная история, да, то есть с одной стороны важно научиться выражать свои собственные мысли. И вот сейчас даже пытаются в школе ввести обратно сочинение, ну, буквально сегодня я читала там критику этой попытки, что, в принципе, наше сочинение итоговое сейчас опять сходится к шаблонным каким-то вещам, которые просто нужно готовыми фразами, по готовой структуре изложить для того, чтобы получить допуск к последующим экзаменам. А вот способность действительно изложить свои мысли, да, будь это чувства, переживания, будь это какие-то планы, там, или обращения, там, друг к другу, да. То есть выразить это на письме для современных школьников, да, оказывается не очень просто. И еще сложнее обстоит дело с чтением. Вот те данные, которые я сейчас здесь привожу, я привожу из выступления Марьины Михайловны Безруких. Многие, наверное, ее слышали. Она долгое время была директором Института возрастной физиологии Российской Академии образования. Она, как раз, очень много занималась вопросами письма и чтения. И вот она как раз приводит данные о том, что больше половины выпускников средней школы не понимают прочитанных текстов. То есть это она, выводы делает, основываясь на результатах ЕГЭ. Можно сколько угодно критиковать ЕГЭ, но непонимание прочитанного – это факт. Причем непонимание прочитанного сказывается на очень многих вещах. Не решаются задачи, потому что ребенок просто не понимает смысла задачи, да, он не понимает ее текста, содержания, условия, да, то есть сами действия он бы выполнил, но он не может даже понять, какие действия выполнять и как, просто потому что не понимает смысла. Я помню, как мы с одной девочкой выясняли, там была задачка про, ну, там, плод там и все прочее, там плывет по течению, там плод против течения, какие-то вот такие вот, помните, да, такого типа задачи школьные, где там скорость течения нужно сложить собственной скоростью, там, или вычесть, там, ну, и так далее. Вот. И она вроде бы чего-то пытается решать, но уже в пояснении задачи она пишет, пробежал, да, через реку. То есть она не поняла смысла, плыл, бежал там или еще что-то. Когда мы с ней вместе разбирались и посмеялись над тем, что как же там через реку бежал, она тоже радостно посмеялась и после этого исправила, пробежал вдоль реки, да, то есть и факт, что там никто не бегал, а там плавали, да, как-то мимо ее сознания ускользало, хотя она пыталась внимательно текст задачки прочитать, и вслух она его прочитывала. Но осознавать, что прочитала, ну, получается, далеко не всегда. Непонимание содержания прочитано, отражается и на биологии, географии, на чем угодно, да, то есть когда вы читаете учебник и не понимаете о чем. Очень многие родители жалуются, что дети сейчас просто не любят читать. Опять, а с чем связано вот это новое чтение? В первую очередь с тем, что от чтения не получается ничего желаемого, да, то есть никакого интереса, никакого увлечения. Читать трудно, а когда ты не понимаешь, то и удовольствие от этого точно получать не будешь. То есть чтение – непростой процесс. Понять мысли другого человека, изложенные на бумаге, это серьезная работа. Это не просто соединение букв друг с другом и проговаривание услуг того, что написано. Так вот, Мария Михайловна Безруких причину вот такого плачевного, прямо скажем, состояния чтения, она видит в следующем. Значит, по ее мнению, одна из причин – это раннее обучение чтению. То есть когда чтение обучают детей, которые к этому фактически еще не готовы. То есть не сложились темы головы и структуры, которые могут оптимально организовать, скажем так, процесс чтения. И когда начинают читать рано, то, соответственно, задействуются совершенно другие механизмы. Но и стремление ускорить чтение на ранних этапах. То есть чтение проходит ряд этапов, и оно усложняется, усложняется сам процесс, усложняется структура чтения. И именно за счет этого усложнения, ну и наоборот, упрощение, мы можем по-разному к этому отнестись, но за счет того, что оно происходит иначе, и ускоряется чтение. У нас же в начальной школе принято чтение на скорости, хотя вроде бы оно официально уже не является обязательным и желательным даже. Но тем не менее, большинство учителей начальной школы, ну очень многие, по крайней мере, это я не столько от учителей знаю, сколько от родителей. Очень многие родители говорят о том, что технику чтения в начальной школе все же проверяют. То есть чтение на скорость. Нужно прочитать определенное количество, да, и сделать, ну не сделать при этом каких-то ошибок. И понимание при этом тоже очень часто все-таки ускользает. Ребенок прочитал быстро, он вроде бы прочитал все правильно, но общего смысла текста он может при этом так и не понимать. И вот это стремление ускорять чтение на ранних этапах, когда механизмы более сложного уровня, опять-таки, еще не заработали, оно приводит к тому, что чтение ускоряется, а на более высокий уровень чтения ребенок так и не переходит. Так, дальше. Ну что, пока нет вопросов? Ну ладно, нет так нет. Поехали дальше. Значит, смотрите, почему Монте-Сори метод, да, почему, собственно, наш проект был поддержан фондом президентских грантов, потому что действительно в Монте-Сори методе для обучения чтению сделано очень много, и результаты действительно очень такие обнадеживающие. Ну, во-первых, конечно, то, что дошкольник к письму и чтению готовится то, что называется комплексно, да, то есть там очень хорошо развивается и моторика, и восприятие, и то, что называется синцемоторная координация, то есть координация между глазом и рукой, ориентация в пространстве, то есть все те механизмы, которые очень нужны ребенку для того, чтобы воспринимать буквы, для того, чтобы эти буквы можно было изобразить там на письме, чтобы услышать звуки, чтобы там соотнести одно с другим, то есть это все достаточно такие серьезные нейрофизиологические механизмы, и они готовятся в самых разных видах деятельности ребенка. В Монте-Сори методе это очень хорошо присутствует. Кроме того, то, что значимо для письма и чтения, то, что в Монте-Сори методе не просто развивается письмо, а развивается письменная речь, то есть способность выражать свои мысли и решать с помощью письма свои собственные задачи, то есть мы создаем условия, в которых ребенку писать можно и нужно, и поскольку эта деятельность оказывается востребованной им лично, у него есть собственная мотивация, не учебная, не оценочная, скажем так, это делается не для взрослого, не на оценку, а для того, чтобы собственные задачи решить. И поэтому дети с удовольствием это делают. Ну, кроме того, вы наверняка знаете, что в Монте-Сори методе убирается оценка, и в итоге дети не боятся. Они не боятся, они активно этим пользуются. А когда они пользуются активно, то начинают достаточно хорошо работать и хорошо развиваться. Чтение возникает в Монте-Сори группы достаточно рано, то есть примерно с четырех с половиной, ну, максимум с пяти лет, да, дети уже читают, причем читают практически все, да, то есть это не только там отдельные кто-то там специально наученные, но это массовое явление в Монте-Сори группа, читающие дети, причем чтение, как правило, именно, ну, оно может быть на разных уровнях, да, словами, предложениями, текстами, там бегло, не очень бегло, но всегда все, что читают в Монте-Сори дети, они читают с хорошим пониманием того, что они прочитали, именно потому, что им важен сам факт, содержание, да, они читают не ради того, что, в принципе, было прочитано, и чтобы взрослые успокоили, что я читаю, они читают, потому что им надо узнать, что написано, а поэтому они всегда понимают то, что читают. Монте-Сори методи разработаны специальные материалы, и они делают доступной достаточно ранее вхождение ребенка в грамматику, то есть уже дошкольники занимаются и частями речи, и составом слова, и анализом предложения, причем, что важно, это именно такая профидептика грамматического исследования языка, это не школьный материал, который спущен дошкольный возраст, это ни в коей мере не повторение школьной программы, то есть дошкольники делают то, что им на самом деле нужно. Монте-Сори говорила о том, что возраст от 5 до 8 лет, это возраст очень чувствительный к тому, как устроен язык, и дети задумываются, они сравнивают слова между собой, они чего-то там рассуждают, причем чаще всего это бывает тихо сам с собою. Не знаю, я вот помню даже из своего собственного школьного, дошкольного, вернее, детства, как я сидела дома, я не ходила в детский сад, бабушка там вечно занята какими-то домашними делами, а я вот сижу сама по сторонам и смотрю, и сама с собой рассуждаю. Вот потолок он, а стена она, а окно вообще оно, дверь тоже она. То есть какие-то такие, вот просто так. Я не знаю, почему это было. Я не ходила в школу, я была еще дошкольницей. И это просто я свои воспоминания помню. Но я вижу по нашим детям, насколько для них характерно. Они действительно готовы рассуждать на эту тему, им это интересно. Ну и такое исследование языка, это действительно реальная потребность детей. Но и кроме того, она позволяет вывести чтение на совершенно другой уровень. То есть когда ребенок задумывается о языке, о его устройстве, когда он начинает как-то упорядочивать те представления языке, которые у него есть, они есть. Иначе бы дети не говорили достаточно грамотно. То есть то, что они говорят грамотно, значит, подсознательно эти вещи у них уже существуют. Их надо вывести на уровень сознания, их надо упорядочить. И тогда это будет совершенно другая картинка. Вот. Ну и то, что письменная речь в Монте-Сори-Методе выстроена очень последовательно. Очень последовательно, пошагово. Когда буквально каждый-каждый шаг продуман, доступен и доставляет удовольствие. То есть каждый шаг делается таким образом, чтобы, да, у ребенка была трудность такого рода, чтобы ему было интересно. Если совсем легко, то ведь тоже неинтересно. Но чтобы эта трудность была преодолимой, чтобы он мог с ней справиться самостоятельно и получить от этого удовольствие. Вы знаете, как в компьютерной игре. Мы можем кое-каку угодно жаловаться на то, что наши дети увлекаются компьютерными играми слишком сильно, да, и в ущерб чтению в том числе, и в ущерб каким-то другим занятиям. Но если мы не задумываемся, что их там так привлекает, то, наверное, мы не сможем разгадать какие-то очень важные наши методические загадки и справиться вот с этими проблемами, да. Ведь смотрите, что получается. В компьютерных играх ребенок во многом хозяин процесса. Он может там многое делать так, как он хочет. Это во-первых. А во-вторых, вот эта сама идея уровней игры. Ребенок выбирает, на каком уровне ему играть. И когда у него начинает получаться, он переходит на более сложный уровень. У него есть возможность каких-то достижений, да, и соизмерять свои силы с этими достижениями. Так вот, нам важно наше обучение построить аналогичным образом. Нам важно, чтобы в тех материалах, которые мы предлагаем для работы детям, тоже была возможность двигаться в собственном темпе, переходить как бы с уровня на уровень, да, чтобы всегда иметь определенную сложность, чтобы хотелось включать, там, не знаю, мозги, работать, стараться, да, упражняться. И в то же время, чтобы это было достижимо, да, чтобы, да, можно было получить результат и благополучно перейти на следующий уровень. Ну и в итоге получается, что к началу школьного обучения ребенок может прийти с уверенным письмом, причем с началами орфографической зоркости. Конечно, никто даже в мотессоре методе не требует до школьника орфографически верного письма. Но все то, что сделано в методе, позволяет детям писать зачастую гораздо грамотнее, чем, ну, даже школьники в начальной школе пишут, да, хотя они не изучают специально этих правил, этих орфограмм. Ну, а самое главное, они приходят с интересом и хорошей способностью к вдумчивому чтению. То есть они уже к чтению относятся как к процессу увлекательному, как к средству получения новых знаний, как к средству общения и взаимодействия друг с другом. Вот поэтому это действительно очень-очень такой качественный, хороший результат. Ну и понятно, что многие из этих приемов, они годятся именно для дошкольников, их очень важно начинать в дошкольном возрасте. Но часть из них годятся и для начальной школы, по крайней мере, первый-второй класс вполне могут многие из этих моментов использовать. Ну и вот в нашей практике в рамках вот этого проекта там участвовали начальные школы и дети от шести до девяти лет и даже там старше девяти лет. Ну, конечно, там была немножечко другая работа и на разные уровни, на разные возраста эта работа рассчитана, да, то есть она может строиться по возрастам настолько, насколько она необходима. Так, ну вот я вам хотела показать одно видео. картиночка того, как могут работать дети в Монте-Сори-среде с чтением, да. Вот то, что вы сейчас увидите, это грамматический материал. То есть дети, дошкольники, это дошкольная группа Монте-Сори-сада, соответственно, дети там до шести лет, и это не просто читающие дети, они читают грамматический материал. То есть смысл этого материала в том, что прилагательное согласуется с существительным вроде и числе. Но это так, взрослым языком, да. И там подобраны картинки, ну, допустим, там, не знаю, чистая доска, чистый стакан, там, чистая чего-нибудь вода, там, да, чистое окно. Вот, и все они чистые, но у них разные окончания, да. И детям нужно правильно подобрать прилагательное к существительному. И когда все это сделано, потом вместе с педагогом они еще и могут обсудить, да. То есть все предметы чистые, а почему же слова-то написаны по-разному, да. А потому что, да, действительно, они с разными словами согласуются, да. С разными названиями согласуется это слово. Ну, и, конечно же, такая работа ведет не только вот к этой идее, да. Здесь дошкольникам не говорится ни существительное, ни прилагательное, ни вот те сложные слова, которые я сейчас сказала, да, про согласование существительного, прилагательное существительное вроде и числе. Нет, но они начинают это чувствовать и понимать, во-первых. А во-вторых, они очень внимательно дальше относятся к тем же самым окончаниям, когда они их читают. Они научаются их видеть, да, они научаются понимать их значение. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, ролик. Потом, если появится вопрос, пожалуйста, спросите. Число и сыр, куда идти можно? Может, это вообще штанга, да? Одну, одну, одну. Одну, одну, одну. Вzi Eltern, ты самый смесь, сорок с тем, раз quê antagonvert зле, что ты смесь list, болтешь, болтешь, болтешь. Мал Ty, болтся, sports, болтемся, болтемся, болт Nim her. День зелёная, внизу. Представьте, верьте, верьте, верьте. На основном, морских кот – illumine, болтемся. Х loosen, castroos. Просто... Острый, острый, острый. Острый, острый, острый. Острый, острый. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот все, да? Кончился этот ролик. Есть какие-нибудь у вас вопросы, да, комментарии? Ну я чуть-чуть буквально скажу. Посмотрите, что получается. Это совершенно свободные, совершенно нормально работающие дети, да. Это группа Матесори Сады. Вы видите, что каждый ребенок там занят своим делом. И насколько свободно они читают эти слова, причем действительно вдумываясь, понимая значение, что с чем сочетается, что с чем не сочетается. Это совместная работа, они друг другу помогают. Вот, но и да, просто показана, конечно, не вся работа от начала до конца. То есть в итоге они подбирают прилагательные ко всем существительным. И потом можно их сгруппировать там, где одинаковые прилагательные, посмотреть на то, чем же отличаются эти слова, да. То есть такая, ну, серьезная, интересная работа. Вот, может быть, как-то поделитесь впечатлениями, да. Есть какие-то комментарии к тому, что вы увидели, коллеги. Было бы интересно, да, чтобы мы могли это обсудить сразу по ходу. Просто, не знаю, меня, честно говоря, саму этот ролик очень, ну, не то, что прям сильно удивил, да, потому что я видела такие вот из Сори группы, просто был очень хорошо подсмотрен сам процесс поиска у детей, да, как они ищут, как они думают, как они рассуждают слух. Да, очень интересно, как они подбирают. Да, и читают. И вот такой уровень чтения, это, ну, совершенно нормальный уровень чтения для Матиссури-среды. То есть это реально, это реально, что называется, массово, да. Это не обязательно отдельные дети могут так читать. Это действительно... Нет, вы пишите, коллеги. Я понимаю, что когда ты пишешь в комментариях, тем более это кто-то делает вообще с телефоном, может быть, это всегда достаточно сложно написать без ошибок. Не стесняйтесь, пожалуйста. Хотя у нас курс по языку, но ваши ошибки в данном случае совершенно понятны. Хорошо, поехали дальше. То есть вот весь проект мы направили на то, чтобы хорошо и четко описать вот эту методику, подобрать материалы, чтобы мы увидели, что да, так читать могут все дети, и так, и лучше, чем так. То есть это нормально для детей. То есть это соответствует возрасту. Это не какие-то супердети, не какие-то супервиды работы. Ну вот что происходит, каким образом развивается письменная речь детей? Дело в том, что письменная речь в Матиссури-группах начинает заниматься с трех лет. Это не значит прямо, что с трех лет дети учатся писать и читать. Опять вот те самые ранние шаги по обучению письму и чтению. А в том, что дети с трех лет уже способны осознавать, что речь можно написать. Маленькие дети этого не понимают. А с трех лет это понимание уже существует, и письменная речь развивается очень постепенно. И сначала дети рисуют. У них есть рисуночное письмо. И маленькие дети, они рисуют не предметы, не с натуры там чего-нибудь. И на самом деле очень печально, когда их учат нарисовать птичку. Вот здесь овал, еще овал, вот здесь вот клювик. Потому что дети в этом возрасте рисуют истории. Они прям целые рассказы зарисовывают. Они не пишут, они их рисуют поначалу. И поэтому рисунки бывают похожи на грязное пятно, потому что там куча всего происходила. И в итоге одно наслаивается на другое. И получается просто такая вот каляка-маляка вроде бы. Но сначала это письмо. То есть таким образом дети пишут целые истории. Ну и есть этап, когда дети начинают писать каракулями. То есть наверняка каждый из вас замечал, когда ребенок сидит, и там вот он чего-то такое, какие-то закаляки, кружочки или крючочки. И вот он их строчку выписывает, что-то при этом говорит. И они так пишут записки. Они могут записывать тексты песен, тексты сказок. Конечно, они не знают ни буквы, звуки пока выделять не умеют. Но они уже пишут. То есть свою мысль они уже перекладывают на бумагу. Это совершенно замечательно. Так, появились комментарии, я их прочитаю. Сама раньше ходила в сад и мало. И очень понимаю, что и как помогает система. Видела на примере своего сада. Ну замечательно, да, действительно. Обратила внимание, что дети подбирают еще и разные смыслы. Они рассуждали, может быть, и острым яблоком, и острый карандаш. Точно. И это действительно очень здорово. То есть то, что сделали дети, вообще говоря, даже шире, чем было заложено в материале. В материале была заложена идея, что вот четыре предмета, четыре картинки. Мужской, женский, средний род и множественное число. И вот между ними мы выбираем. А когда они разложили все, то они начали выбирать еще и другой смысл. И острое мороженое. Это имелось в виду там мороженое в виде рожка, да, острое, например. Или острое яблоко, да, бывает оно или не бывает. И поэтому, да, это получилась работа даже больше, чем просто про части речи. Жаль, что не было раньше такого обучения. При письме очень помогает. Да, соглашусь, конечно, это и при письме, и при чтении помогает. И оно просто действительно, оно очень сообразно возрасту, возрастным задачам. Поэтому оно происходит, почему вот, собственно, проект назывался «Писать и читать легко, как говорить и слушать». То есть это естественно для ребенка, если мы сделаем это естественными средствами. То есть если подберем средства, которые соответствуют этой самой природе. Вот. Ну и вот рисуночное письмо, каракулное письмо. Дело в том, что в Монте-Сори методе это все очень хорошо, очень поддерживается. То есть мы предлагаем детям нарисовать свои истории, мы предлагаем рассказать историю, которую они нарисовали. То есть не просто, что у тебя здесь, что у тебя здесь, и почему у тебя дерево синее, или еще что-то в таком духе. А расскажи историю, которую ты нарисовал. И вот тогда, да, тогда мы получаем действительный рассказ и слышим то, что дети здесь придумали. А после этого следует еще одно предложение. А теперь запиши эту историю. И дети записывают так, как могут, записывают каракулями, там еще как-то, да. И мы им предлагаем записать ровно так, как можешь. Тебе три года, но вот как-то их улетки пишут, так и напиши. Но не умеешь, как взрослый, и пока им не надо. Вот. Ну и что важно, да, мы немножечко об этом уже с вами говорили, что письменная речь и письмо, и чтение используют те механизмы мозга, которые сформировались раньше самого чтения или письма и сформировались в других видах деятельности. И вот это тоже огромный плюс Монтессори метода, то, что у детей есть возможность разной деятельности, причем деятельности по собственному выбору, да, где они и ухаживают за средой, там, поливают цветы, подметают пол, там, чего-то готовят. Вот. Режут какие-то там салаты, да, намазывают бутерброды, выдавливают соком апельсиновый, да. То есть масса-масса каких-то видов деятельности, которые очень интересны маленьким детям, и которые как раз тренируют не только руки. Потому что для письма нужны не только руки, не только мелкая моторика. Это, в общем, очень узкое понимание, да. На самом деле для письма требуется огромное количество самых разных нейрофизиологических механизмов. Вот. И эти механизмы, еще раз повторюсь, они развиваются не в самом письме и чтении, а в других видах деятельности, которые и предшествуют. Вот. Ну, а дальше начинается, да, дальше начинается работа непосредственно с буквами, работа со звуками, да, и все эти вещи, они как раз и описаны в той методике, которая была предметом исследования в нашем проекте. Вот. Ну, вот то, о чем я уже говорила, да, что письменная речь должна быть инструментом общения и самовыражения. Она должна быть нужна детям, она должна быть востребована в самом разном виде. Ну, вот слева вы видите объявление. То есть это, во-первых, начнем с того, что дети сами создали музей кошек, да, то есть там были самые разные кошки и игрушечные всякие их кошки, да. Они сделали это музей. Посмотрите, они даже сделали билеты и какую-то стоимость этих билетов. Приходили и родители, там и педагоги, и другие дети. Вот. Там были экскурсоводы. И вот такие объявления там, да, и, ну, масса-масса работы. Но письменная речь, она здесь вот была воспребована. Ну, а справа вы видите как раз инструмент самовыражения, где девочка сочиняет сказку. Да, эти сказки очень часто являются пересказом каких-то известных вещей. Но, тем не менее, это и ее сказка. Она ее сама вот выразила, как могла там чего-то нарисовала и написала текст. Видите, прямо там, прямо текст такой, да, этой сказки. И вот еще пример, да, как из каракули мы дальше двигаемся. Да, вы посмотрите. Тоже речь является инструментом. Лампочки перегорели. Надо дать Лесе записку, чтобы Леся нашла три запасных лампочки. Ребенок 3 года 10 месяцев написал такую записку педагогу. Потому что перегорели лампочки, надо их заменить. Он переживает, что там где-то что-то стало темно там или еще что-то. И вот, да, напоминает педагогу, вот чтобы там... И это такая записка. И дети пишут записки педагогам, да, и педагоги эти записки принимают для того, чтобы не забыть. А для чего нужна письменная речь? Для того, чтобы помнить или для того, чтобы передать тому, кого сейчас здесь нет рядом, да, чтобы написать и передать вот такую записку. И да, вот с этого, собственно, письменная речь начинается. Вот. Ну и, конечно же, для того, чтобы письменная речь пришла в какой-то такой реально привычный нам вид, требуются и другие способы работы, да, но и очень много начинается с выделения звуков. Вот я два ролика сюда включила, очень уж они мне нравятся. Так, вот такой ролик. Как дети работают со звуками. Вот первый ролик – это работа преподавателя с ребенком, да, то есть воспитатели проводят урок для мальчика на выделение звука в конце слова. Посмотрите просто, как мальчик работает, потрясающе просто. Дима, где у нас с тобой спрятался в конце звук «Н»? Отлично. А где у нас звук «К» в конце спрятался? Отлично. А где «Т»? Отлично. А где «А»? Да, как ребенок работал. Учитель, педагог, воспитатель задала просто способ, да, надо послушать слово и услышать звук в конце, какой звук там в конце. И вот угадай, да, в каком из этих слов в конце есть звук «Н», «Т», «Ш», «К». Вот. И вы видели, насколько ребенок действительно, он проговаривал это слово, он не говорил их слух, он шевелил губами, проговаривал про себя, он искал. У тебя всего, казалось бы, четыре слова, с последним вообще очень странно. Вот за взрослой позиции, ну вот же осталось одно. Ты уже выяснил, что здесь, ну здесь «Т», здесь «К», значит, вот оно где «А». Но он слушает, он еще раз слушает все, и он проговаривает эту крышку, да, и, наконец, находит этот звук «А» и сколько у него радости. Такие звуковые игры проводятся очень последовательно, звук в начале, звук в конце, звук в середине. И презентация проводится обычно с ребенком, в смысле с педагогом, педагога работает с ребенком. А вот дальше посмотрите, причем обратите внимание, да, в мотессури-методе происходит именно так, да, учитель может работать с одним ребенком или там с двумя-тремя детьми, потому что остальные заняты своей работой в это время. А вот сейчас я вам покажу, как ребенок работает самостоятельно, да, вот это уже следующий шаг. Она уже умеет слышать, девочка 4 года, она умеет слышать звуки и в начале, и в конце, и в середине. И теперь она самостоятельно работает на вот эту тренировку фонематического слуха. Посмотрите, что она делает. Вы уловили, что она делает? Можно написать, что происходит? То есть там были, что там было в самом начале, не помню, чай, черепаха, скотч, колпачок, а, свечка там еще была, да? Да, звук Ч, и она сортирует. Слышно этот звук в начале слова, чай и черепаха, видите, первое отделение коробочки, слышно звук в конце, слово скотч, и в середине, да, колпачок и свечка. Да, начало, середина и конец слова, сортировка, точно. И причем, посмотрите, все предметы лежат в одной коробочке, вот там она слева сейчас стоит, пустая. И прежде чем начать сортировку, задача девочки сначала услышать общий звук во всех этих словах, а потом их рассортировать. И взрослого здесь нет рядом вообще, да? То есть это работа абсолютно самостоятельная, педагог ребенку не нужен, и предметы в коробочке могут меняться, и, соответственно, дети, которые сейчас вот доросли до этого материала, до этой работы, они берут эту коробочку и самостоятельно сортируют. Даже если она что-то не так рассортирует, но, как правило, дети подходят, да, если что-то не понимают, у них что-то не получается, не подходят ко взрослому, а так специально их никто не контролирует. И даже если она что-то не туда положила, то, в принципе, это не страшно. Важно то, что она слушает, важно то, что идет вот эта тренировка. Вот. Ну, и вы видите, что в 4 года, да, ребенок совершенно нормально слышит последовательность звуков в слове. Ну, и если она знает какие-то буквы, то после этого, соответственно, она будет писать, да? И вот вы видите такое письмо, уже не каракульно, да, к чему приходят дети. Вот это письмо, ну, да, это старший ребенок, ему, наверное, 6 лет уже, там, может быть, даже сейчас 6 с небольшим. Вот он записывает сказку, посмотрите, как он пишет. Понятно, что здесь есть свои какие-то нюансы, половина букв в печатных, половина письменных, хотя письменных в Монте-Сори группе обычно бывает больше, чем в печатных, да. Некоторые дети пишут еще и поприличнее в строчку вписывают, чем вот в данном случае ребенок, да. Вот. Ну, посмотрите, он и очень многие вещи и как-то очень правильно написал, да. То есть у него тут какой-то мягкий знак, из-за того, вся появляется, да. Вот. Не умницу, не красавицу. Ну, в общем, достаточно интересно все это. И решил он жениться. Понятно, что эти ошибки, но тем не менее, да, ребенок в 6 лет, скажите, хороший результат, ну, как минимум, да, хороший. Ну, вот это другой ребенок, хотя очень похоже написано, да. Но это совершенно другой текст, но другого содержания, да. Смотрите, облака – это скопление очень мелких капель воды и кристаллов льда, плавающих в воздухе, да. То есть это уже такой текст доклада, текст сообщения, да. Видите, бумага расчерчена, да, на основную строку и дополнительную. Но вот у этого ребенка пока не очень получается. Где-то получается, вот видите, вот хвостики вниз, а где-то он вписывает все в одну строчку. Но это вот процесс становления, да. То есть он не бывает сразу идеальным. И самое важное, ну, одно из важных, один из важных моментов на тессуре среде, то, что детям дают возможность нормально работать вот на таком уровне. Мы не боимся, что это останется у них навсегда. Важно то, что они могут выражать себя на письме. И постепенно это все будет становиться все лучше, лучше и лучше, да. Ведь если бы мы боялись, что ребенок, который учится ходить, так и будет все время ходить на четвереньках, да, и заставляли бы их сразу вставать на ноги, наши дети нам никогда бы ходить не начали, да. Так же и здесь, в письме и чтении, тоже есть вот эти моменты, когда ребенок делает что-то неправильно, очень важно это принять и этому радоваться, как процессу, да, процессу становления. Вот. Ну, что еще надо сказать про письмо и чтение, и о чем, собственно, будет вот этот цикл лекций. Я просто сейчас очень коротко пробегаюсь по содержанию, потому что цикл лекций будет посвящен как раз тому, как можно помогать детям развивать их собственную письменную речь, да. Каким образом можно это делать, что, какие приемы, способы, какие виды работ, какие виды материалов можно использовать, какие подходы. То есть это такой процесс, но мы его как раз и развернем, да. Сегодня только коротко пробегаюсь по основным этапам, а в цикле лекций мы о каждом этом этапе будем говорить гораздо подробнее. Так вот, в чтении существует несколько фаз, несколько этапов. И начальное чтение – это чтение побуквенное, когда каждую букву ребенок должен осознать, осмыслить, озвучить, соединить со следующей, получить целое слово, проговорить его, и тогда понять, что он узнает, как бы на слух себя услышать и понять, что означает это слово. И это такой первый этап, первый процесс, очень медленного чтения, вообще говоря. Вот здесь как раз видно, как это работает. Посмотрите, пожалуйста. Продолжение следует... Вы... Вы... А... А... Ты любишь спаржу? Я даже ее когда не пробовала. Баклажа. Баклажа. Ананас. Ням-няу! Я не знаю. Я его не кормила. Бруша. Какая еще Бруша? Первая буква какая? Бруша. Ранат. 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 С. Б. Б. А. Ба. Бан. А. Бана. Бана. Бук. 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 Лим. Лимон. Лимон. Вы видите, здесь процесс чтения, как раз вот этого начального чтения, побуквенного чтения, когда ребенок озвучивает каждую букву, когда он еще не каждую букву и помнит, там какие-то буквы, начинает немножечко путать. Но, тем не менее, да, он каждую букву вспоминает, называет, и у него получается целое слово. Обратите внимание, это немножко другой способ, чем принят у нас традиционно. Дети не читают по слогам. Они занимаются отдельным слиянием буквы согласной с гласной. Получается сразу цепочка такая, да, и он нанизывает как бы букву одну на другую, и в итоге озвучивает слово. На мой взгляд, очень забавно он читает, да, он демонстративно закрывает картинку. Это буклет с картинками, да, то есть картинка, слово, такая книжечка маленькая. Ребенок получает огромное удовольствие от того, что он прочитал целую книжку, да, хотя там слов не так уж и много. Вот. И это действительно такая радостная история, да, когда он узнает слово и получает подтверждение на картинке, да, что действительно именно это я и прочитал. Вот. И у него получается, да, он соединяет, у него получается. Вот. И это самое-самое начальное, вообще говоря, чтение, да. То есть дальше оно происходит немножечко иначе, да. То есть вы видите, что здесь есть слова, в которых все буквы соответствуют звуков. Как написано, так и надо читать. Но в русском языке зачастую буквы звуку не соответствуют, ее прочитать нужно по-другому. И у нас предусмотрены способы, как показать ребенку, что буква и звук отличаются друг от друга, да, расходятся, что буква поменяла свой звук. Есть чтение. Вот это пока только слова. Дальше появляется чтение предложений. Там тоже есть свои ходы, свои способы, как это сделать. Есть чтение текстов. Но и для того, чтобы все это чтение было беглым, то есть продвинутое чтение, требуется работа грамматическая, да. То есть когда выделяются части слова, и уже части слова, когда ребенок не каждую букву отдельно высматривает в слове. Мы с вами ведь так не читаем, да, по буквам. Мы на самом деле читаем целыми словами по большей части, но при этом мы успеваем в слове увидеть и смысловые его части, и, например, те же самые окончания, да, чтобы они согласовывались по смыслу. Вот. И для того, чтобы вот это было как раз и нужна детям работа грамматическая. Вот, собственно, то, что вы видели в начале, да, ролик, когда дети читают, обращая внимание, например, на согласование окончания прилагательного существительного. Вот. То есть и таким образом последовательно выстроен весь метод, да, от первых шагов чтения до последующих. Да, он занимает определенное время. Дети начинают читать в возрасте там около пяти лет, ближе к пяти годам. То есть четыре с половиной они обычно начинают писать. Вот все время пишут раньше, чем читают, да. К пяти годам они читают, начинают заниматься грамматикой. Ну, а годам к шести обычно читают уже достаточно бегло. Вот. Ну и вот теперь мы, собственно, подошли уже к содержанию цикла открытых лекций, о чем он будет. То есть мы с вами поговорим более подробно во всех этих этапах. То есть о том, что такое письменная речь вообще, почему она так важна, что она включает, себя включает, какие есть этапы развития письменной речи. Отдельно мы будем говорить о звуковых играх и изучении букв. Это начальный этап письма. И второй этап письма, когда слова уже составляются из букв, и слова составляются, предложения, когда все это записывается. То есть как сделать так, чтобы ребенок мог все это освоить. Причем, еще раз повторюсь, это доступно дошкольникам. То есть работа на составление слов в предложение, их запись – это возраст порядка четырех с половиной лет. Понятно, что в более позднем возрасте это тоже можно делать, но это очень хорошо идет у дошкольников. Чтение слов, предложений и текстов – это возраст порядка пяти лет с небольшим. Игры с частями речи тоже порядка пяти лет. Игры на словообразование, анализ предложений. Вот здесь мы будем брать и возраст пяти-шестилетний, возраст начальной школы. Ну и отдельно будет лекция о нейрофизиологии письменной речи, о том, как это все складывается. То есть всему этому методу будет такое дано хорошее обоснование в современных исследованиях научных, связанных с физиологией мозга и высшей нервной деятельности. Ну и отдельно мы поговорим вообще о воспитании читателя. То есть это и детский сад, и начальная школа. Из чего складывается человек, который любит читать? Что мы вкладываем вообще в само это понятие умения читать? И кто такой грамотный читатель? Человек, который просто знает все буквы и читает безошибочно и быстро? Либо это все-таки человек, который умеет как-то восстанавливать какие-то смыслы за чтением, сопоставлять с тем, что нужно ему вообще по жизни, как-то сопоставлять со своим собственным опытом, со своими интересами, делать выводы и так далее. То есть вот такой цикл лекций. Каждая встреча предполагается на полтора часа. То есть они будут транслироваться на канале YouTube, и можно будет задавать свои вопросы по ходу в комментариях, и можно будет получить сразу же на них ответы. Ну и они будут, вообще говоря, в доступе. То есть к ним можно будет возвращаться, заново пересматривать. Просто если вы смотрите их в прямом эфире, то у вас есть возможность пообщаться со спикером и какие-то вещи уточнить, если они сразу, кажется, не очень поняты. Вот еще раз повторюсь, они рассчитаны и на родителей, и на воспитателей, и на учителей начальной школы, потому что вот для всех этих категорий эти вещи будут полезны. То есть мы будем говорить и о том, как это сделать в группе детского сада или в классе начальной школы, и о том, как это можно сделать дома со своим ребенком. Во всех этих лекциях мы будем показывать какие-то приемы и какие-то материалы, которые можно использовать, которые можно легко сделать самим. То есть там не будет каких-то вещей, которые вот прям очень дорогие, труднопокупаемые и так далее. Вот, конечно, где и как купить материалы готовы, мы тоже можем рассказать, если будет потребность в этом, потому что не будут такие материалы в доступе. Но все, что там есть, можно делать самостоятельно. Так, ну и что, есть ли еще вопросы? Вот, ну и вот эта ссылочка, по которой можно записаться, чтобы вам приходило приглашение на трансляцию, чтобы вы их не пропускали, вовремя находили и могли участвовать в прямом эфире. Ну что, коллеги, есть ли какие-то вопросы у вас? Я не знаю, насколько был полезен, собственно, сам сегодняшний вебинар. Извлекли ли вы что-нибудь уже практическое из него? Но вот весь этот цикл лекций будет исключительно направлен на практику. То есть поменьше диоретизирование и побольше практических ходов, шагов, приемов. Ну, конечно, с объяснением, почему нужно так, а не по-другому, что это дает. Ну что ж, если больше ни у кого нет вопросов, то спасибо вам большое за внимание. Да, я тоже рада контакту с теми, кто уже знаком с нами. Ну и приглашаю еще, как бы, заходите на странички Международного института Матессори и Педагогики. У нас там очень много бывает полезного и живых эфиров много, да, когда мы рассуждаем о самых разных вопросах, связанных с практикой обучения и воспитания. Ну и вот этот проект, конечно, я очень надеюсь, что он даст какой-то практический эффект. То есть нам важно было, чтобы ситуация в стране менялась, чтобы наши дети снова полюбили читать, чтобы еще больше взрослые полюбили это занятие читать вместе с детьми и помогать детям в становлении их чтения, да, а не натаскивать на то, чтобы чего-то там быстренько сдали, да, там, где это бывает именно таким образом. Ну что ж, тогда я заканчиваю, Екатерина, да, мы закончили на этом. Да, спасибо всем большое, спасибо за участие, за вопросы и за комментарии. Ждем вас на этом курсе, на нашем цикле лекций. Приходите.